Привет, друзья, с вами Айми, и я продолжаю проходить Айзека. Рандом. Куда же ещё? Окей, сойдёт. Я не против. Я никогда не против. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Сразу же монетка. Уже хорошо. Дерьмо уже себя оправдал и принесло какую-то пользу. Ну, таблетка сразу же сбалансировала всё и задамажила меня на один хитпоинт. Бывает. Две бомбы бесполезные. Я пойду сначала найду предмет. За синего чувака у меня немножко больше урона. Совсем немножко на 5%, чем у остальных персонажей. Ну, чем у Айзека. У некоторых персонажей ещё больше урона. И, кроме этого, я не могу иметь красные сердца. И это достаточно серьёзная проблема. С одной стороны, и с другой стороны, это достаточно хороший плюс. Потому что я никогда не могу получать урон в красные сердца, так что я всегда имею полный шанс на сделку с Диаболом. Ну, то есть у меня он никогда не уменьшается из-за того, что я получал урон. Этот чувак очень неудобно расположен. Окей, всё, он вылез. Всё стало сильно лучше. Всё. Ну, окей. Чемпионы это нехорошо на первом уровне, потому что это долго, но хотя бы это лёгкий чемпион. Это вообще лёгкие враги. Ключ возьму на обратном пути. Мне нужна бомба, чтобы с этим что-то сделать. Я очень хочу с этим что-то сделать, но бомбы у меня сейчас нет. К сожалению. И здесь мне нужно аж целых две. Вообще одной должно хватить. Так что если я найду бомбу, я сначала пойду к сундуку, потому что там секретный камень и сундук. За одну бомбу, скорее всего. Сундук может дропнуть ещё одну бомбу, если мне повезёт. Я ненавижу этих пауков. Ну опять же, я ненавижу абсолютно всё, что спавнит других врагов. Эти пауки спавнят фигню, которая спавнит других врагов. Это ещё хуже. Ну ладно. Что будет моим первым предметом? Моим первым предметом будет... Окей. Железный слиток. Мои выстрелы иногда станет врагов. Это помогало бы, если бы оно было чаще, чем раз в миллион лет. Потому что частота срабатывания у этого предмета очень низкая. Ну и также, естественно, ни одной бомбы, хотя у меня есть аж целых три места, куда я могу их потратить. Возможно, с боссом повезёт. Ну, в том плане, что, возможно, он мне дропнет что-то, что даёт бомбы. Но это маловероятно. Идеально, конечно, было бы спички, которые дают три дропа бомб, плюс чёрное сердце. Но это совсем маловероятно. Ну, хотя, наверное, более вероятно, чем какая-нибудь пентаграмма или ещё что-нибудь очень полезное. Ну, хотя бы это очень лёгкий босс. Окей. Это даже более полезное, чем пентаграмма что-то. Волшебный гриб повышает все статы. В том числе, множитель урона до полутора. Точнее, он не повышает, а добавляет свой множитель урона полуторный. Учитывая, что у меня уже был множитель урона в 5%, то он у меня теперь там 1,6 получается. Или сколько? Сколько-то, в общем. 1,55? Не знаю. Не 1,55 точно. 1,57,5. Я не умею считать. Особенно я не умею считать, когда я пытаюсь при этом ещё и говорить, и убивать врагов, и уворачиваться от всего. Так что... В общем, множители они перемножаются между собой ещё. В этом смысл. Разные множители. Если я получу несколько раз один и тот же одинаковый множитель, то есть если я подобрал два предмета, которые дают полуторный множитель, то он остаётся полуторным, потому что это один и тот же множитель. Но если я подбираю разные предметы, которые дают разные множители, то они перемножаются между собой. Я ненавижу эту комнату. Слишком много всего. Особенно учитывая, что это всё, это пауки. Ещё опять лабиринт. Какого хрена? Перестаньте давать мне лабиринт. Я его ненавижу ещё сильнее, чем такие комнаты, в которых пауки. Ну ладно. Таблетка рестартит уровень. И это хороший план на этом уровне. Лучше это было бы планом на двойном уровне. Но я не буду ждать двойного уровня. Я лучше перезапущу этот после того, как я его пройду. Потому что это позволяет мне получить ещё два предмета. Один с босса и один с комнаты с предметом. Рестарт — это не значит, что я на тот же самый уровень попаду. Я просто попадаю на ещё один, там, второй погреб или второй подвал. Оно может стать подвалом. О, нет. Ну, с полуторным множителем урона, я думаю, это не настолько серьёзная проблема, как обычно. Я не показал Сид, кстати. Ау. Если я переживу этого босса, то я покажу Сид. В принципе, таблетка, которая рестартит уровень, она является довольно... Довольно плохим активным предметом. Потому что она... Не является активным предметом. Она одноразовая. И после этого она пропадает. То есть, получается, я теряю свой активный предмет ради того, чтобы перезапустить уровень. А стан на этого босса очень неприятно влияет. Потому что он начинает летать рандомно иногда. Но, к счастью, это всё не проблема. Ещё одно повышение всех статов. И сделка с делом, в которой я ничего не смогу получить. Но я не очень-то и хочу получать хвост. Так что пофиг. Это повышение всех статов не даёт мне повышение множителя урона. И также оно совсем слегка повышает мой урон, в принципе. Я куплю сердце. И я потрачу остаток денег сюда. Ну и также, поскольку на эту идёт всего лишь половинка сердца. Я могу заглянуть вот сюда вот. Ууу. Это вообще хорошо. Синее сердце и повышение урона. И теперь я применяю свою таблетку. И начинаю этот уровень заново. С возможностью заработать ещё нескольких предметов. Ну, теперь у меня очень хороший урон и очень хорошая скорость. И неплохое всё остальное. Четыре сердца. Тоже неплохо так. Я не люблю этого босса. Он обычно долго убивается. Но хотя бы он даёт мне бомбы. Это плюс. Очень неплохой плюс. Стан мне не сильно помогает, конечно же, всё ещё. Но зато урон у меня хороший. Это главное. Мне нужны ключи, а не бомбы. Бомбы, конечно, я тоже могу использовать. Но ключи мне сейчас нужны, чтобы попасть в комнату с предметом. Вот в эту вот. Я очень хочу туда попасть. Возможно, я могу туда попасть через секретку. Сейчас я это проверю. Если я могу, то лучше потратить бомбу, а не ключ. В любом случае. Потому что бомб у меня много. Естественно, не там я могу попасть через секретку. Но вот здесь вот вполне может быть секретка. Действительно. И ключ. Оно не достанет. Скорее всего, не достанет и гриба. Да и мне не нужно ничего из гриба. Жертвенный кинжал. Летает вокруг меня, блокирует выстрелы, дамажит врагов. Относительно полезная вещь. И на этот раз пин. Пин лёгкий. Особенно с моим уроном. Ему больше половины жизни за один раз снёс. Готово. Ещё больше скорости. Я не уверен, что оно мне нужно. Окей. Обе секретки. Ну она, скорее всего, не здесь. Но на всякий случай я пройду. Точнее, здесь вообще не может быть. В комнате с мини-боссом. Вообще, я шёл сюда. Вау. Выгодно. Ну ладно. В магазин идти смысла нет. У меня нет денег на это. Так что, остаётся только заглянуть в секретку вот здесь. И свалить отсюда. Ржавый ключ. Вроде бы больше ключей и сундуков. Не уверен. Ну, в принципе, те два предмета, которые я получил за этот 300 уровень, они не очень хорошие. Ну, то есть, кинжал полезен. Повышение скорости мне уже не нужно было. Но зато я получил несколько синих сердец. Ну, одно синее сердце хотя бы. Так что я уже в плюсе. Ну и я ничего не потерял, кроме времени. Так что всё достаточно неплохо. А, ну я ещё получил вот этот ржавый ключ. Это тоже полезная вещь. Ай. Недостаточно далеко сдвинулся. Бывает. Окей. А, блин, я наркоман. Я слишком быстрый. Совсем слишком быстрый. Я чуть не забежал в труп этого чувака. Их труп, по-моему, тоже дамажит. Я, по-моему, никогда этого не проверял. Даже в старом айзеке. Но мне кажется, что они должны дамажить. Опять лабиринт? Какого хрена перестаньте давать мне лабиринт? Окей. Минус одна хрень. Минус вторая хрень. У меня слишком много скорости. Я надеюсь получить какое-нибудь понижение скорости. Любое. Даже просто таблетку, понижающую скорость. Лучше, конечно, какой-нибудь предмет, который понижает скорость и дает что-нибудь полезное вместо нее. Это обычная комната. А не досовская. Глазкаена. Неплох. На каждом уровне я получаю либо карту, либо компас, либо синюю карту. Или ничего. Иногда ничего тоже вариант. Окей. Ключей, я думаю, мне пока что хватит. Да, еще одна волна. Почему-то я забыл, что еще одна волна. Как-то урона все-таки начинает не хватать. Надо найти еще что-нибудь, что повышает мой урон. То есть его было очень много на предыдущем уровне, но... Предыдущий уровень был вторым, по сути. На втором уровне много урона, это не сложно. Окей. Я не смогу достать эту батарейку, но, с другой стороны, у меня нет активного предмета. Так что мне все равно. Нет, сразу я не пойду к боссу. Потому что мне не помешает еще синих сердец получить, и мне не помешает получить предмет, перед тем, как идти к боссу. Окей. Он не попал. Какое счастье. Я не люблю эту комнату. Но, к счастью, она достаточно легко проходит все равно. Зато я очень люблю вот эту комнату. Магнит пусть будет. Он не очень хороший. Но лучше, чем ничего, наверное. Окей. Я хочу узнать, что здесь мне выпадет. Секретка, возможно, мне здесь выпадет, кстати. И бомба. Ну, и... Только бомба. Но там могла бы быть секретка. Это не то место, куда я хотел попасть. Окей. Я не против. Бесплатные монеты и ключи. Секретку я искать не буду, потому что для нее есть очень много возможных мест. Мега толстяк. Несложный босс. Этот прыжок, который быстрый, это самое сложное, что он умеет. И, в принципе, это ему не сильно помогает. Окей. Я не получил сделку с делом, к сожалению. Хотя я мог бы ее получить здесь уже. Понижение дальности мне все равно. Понижение жизни мне совершенно не нужно. И... Понижение скорострельности, это хреново. Что у меня с таблетками? Почему они такие ужасные? Нет, спасибо. И также предметы у меня все пока что тоже не супер, кроме волшебного гриба. Повышение всех статов и... Метки, которые повышают урон. Не очень сильно, но повышает. Ну, то есть... Пентаграмма лучше. Вау. Вау. Две этих двери в одной комнате. Пентаграмма лучше. Пакт лучше. Много чего лучше. Ну, я открываю обе этих двери. Я, в принципе, в плюсе. И... Три. Я всегда забываю, какой рерол что делает. Один и шесть реролят меня. Три, возможно, тоже реролят меня. Пять реролит уровень. Четыре реролят предметы на уровне. Два реролят предметы, которые... Всякие там монеты и прочее. Ладно, пофиг. Проверим. Оно реролит не меня точно. Или... А, нет, да. Да, оно реролит предметы на... Ну, мелочь всякую, но на всем уровне. Понятно. Там была монетка, она стала сердцем. Перестал я его притягивать, потому что мне не нужно сердца. Я не притягиваю сердца, когда у меня полная жизнь. Полная красная жизнь. И поскольку я синий чувак, у меня всегда полная красная жизнь. Потому что у меня ее нет. Ноль из нуля — это полная жизнь. Удивительно, конечно, но все-таки ноль из нуля — это полная жизнь. кей предмета еще не было это печально да умри ты уже и ты тоже ну и паук паука тоже не помешает убить это было быстро и это босс я зайду сразу босса если они потрачу жизнь на этом уровне в этой комнате не на этом уровне а я потрачу жизнь на этом уровне потому что сраные рандомные стреляющие твари рандомные выстрелы от них непонятно куда уворачиваться тогда я не пойду боссу потому что сделка сделала меня убьет если она будет то есть она будет гарантированно но это может быть комната с ангелов или комнаты с дьяволом в которой не продает предметы за сердца с другой стороны здесь я скорее всего тоже не получу жизни больше и получу наоборот меньше магазин может мне помочь на я был очень хотел это купить конечно но не на что она я поищу секретку еще это плохая идея они это хорошая идея рикошет я почему-то думал что это и пикак рикошет добавляет мне рикошет очевидно и мои выстрелы рикошетят от врагов к другим врагам достаточно достаточно высокой вероятностью упс это было плохой идеей начать стрелять но там все равно ничего не было тут не может быть секретки я это знаю тут может быть секретка но это не та секретка которая мне нужна ну ладно я зайду сюда а я зря сделал почему-то я забыл что у меня четыре с половиной сердца если у меня было три то имело бы смысл имело бы смысл заходить туда но с четырьмя с половиной с тремя с половиной точнее нет с четырьмя с половиной тоже был бы небольшой смысл ну увы сделку сделаем я получу конечно да гарантированно но не смогу ее купить если он не предложит мне сердца или возможно если мне что не дрогнется отсюда то да я смогу ее купить если не не потрачу полтора сердца на боссе я не думаю что я потрачу полтора сердца на боссе хотя учитывая количество всяких пауков и мою безумную скорость я могу случайно во что-нибудь забежать еще жизнь и дьявол мне предложит бесполезную хрень которую я не буду брать даже чтобы заучить сделать из дьяволом окей рикошет не супер но лучше чем отсутствие рикошет наверно если у меня был пирс то я бы не брал рикошет потому что пирс полезнее но поскольку у меня не было ничего рикошет немножко помогает упс его убил нож проблема рикошета в том что он создает кучу всякого хлама на экране из-за которого не настолько понятно куда мне уворачиваться и зачем мне уворачиваться упс я не думал что я ваншот на эту хрень но я все-таки ваншот на эту хрень а блин перестаньте прыгать видите нафиг всех ну раз уж я троих убил остальных можно и добить наверно я хотел свалить из этой комнаты этой бомбы потому что она долго и неприятно если этой бомбы троих убил то оставшихся можно и добить это не так долго и неприятно нет пауки идите нафиг все равно получил урон здесь рикошет немножко мешает потому что я случайно убиваю врагов которых я не хочу убивать это может быть проблемой небольшой ключ иди ко мне окей ура убил самого страшного прыгуна остальное не проблема вообще ау но я все равно получу урон потому что сраные рандомные выстрелы от которых я не знаю куда уворачиваться потому что они рандомные бесплатная комната с проклятием не очень полезно но кусок гапи это хорошо и эта хрень это абсолютно бесполезно но хотя бы не вредно это мог быть какой-нибудь мозг голова гапи позволяет мне суммонить от двух до пяти мух в каждой комнате мухи наносят удвоенный мой урон так что это не настолько бесполезно к сожалению голова крикета не дает мне полуторный множитель потому что он у меня уже есть так что это плюс 0 ну 07 базового урона учитываем и полуторный множитель там чуть больше единицы получается вроде бы так что это не настолько круто как могло бы быть но это все равно достаточно круто окей жадность я слишком быстрый я потрачу два ключа на этом авель бессмысленен абсолютно но это мог бы быть мозг так что я счастлив что это хотя бы бессмысленный авель я абсолютно ненавижу эту комнату худшая комната в игре которая ну из того что спавнится на этом уровне по крайней мере прощайте мои деньги и прощай мое время потому что я сейчас тут буду несколько минут стоять но это даст мне синие сердца почему они трогаются на мне они не вниз не ясно ладно я уже думаю эта хрень так и останется висеть на экране это первый уровень и в принципе это последняя комната которая здесь вообще есть так что нет смысла не заходить адвесария я не успел убежать но это в целом не такой плохой босс если успевать от него убежать да блин чего я никогда не делал скорость и урон мне не нужно столько скорости и это может быть что-нибудь очень крутое она нет это сраная лезвие ну я скорее всего труп но если бы это был brimstone например то я все равно был бы скорее всего труп с одним сердцем хотя есть двумя и не скорее но я все равно скорее всего труп но не настолько 2 это уже намного более терпимо те невидимки могут быть небольшой проблемой но все обошлось все взорву я два костра у них двадцать пять процентов шанс дропнуть синее сердце но увы каска подсвечивает соседние комнаты на карте но у меня нет карты сейчас но как у меня сейчас есть так что эта комната абсолютно халявная и босс которому я могу в принципе сразу пойти что такое с предметами из сундуков почему они повсюду не знаю хочу ли я сразу пойти боссу наверное да магазин мне не поможет мне всего лишь два цента я могу и задонатить конечно ладно нет я все-таки не пойду к боссу возможно где-нибудь найду синие сердца это было бы более полезно чем сразу идти к боссу окей что здесь ничего хорошего не хочу с ним связываться если бы это была не боссовская комната хотя в принципе нет босс в боссовскую я тоже не пойду этом для меня вообще ничего никогда не делать за этого персонажа удвоение красных сердец заполненных у меня ноль красных сердец и не может быть ни одного красного сердца заполненного если в этой комнате можно было добраться до всего этого я получил бы целую кучу черных сердец возможно потому что черепа часто друг эти черные сердца и карты которые тоже могут быть чем-то полезным но увы мне тут еще не был без карты непонятно где я был где не был рикошет против этого босса очень хорош потому что у него несколько сегментов между ними часто рикошетит мои выстрелы черная помада это вроде бы больше шанс дропа черных сердец так что да оно мне пригодится окей какой большой уровень в принципе это это тот уровень который должен быть большим вторые глубины как-то он особенно большой в этот раз но и не получаю урон это уже хорошо магазин спаси меня я знаю что он не спасет меня естественно монетка возможно нет ладно теперь как отсюда попасть к боссу вот в чем вопрос ну видимо не так потому что здесь я еще не был теперь я естественно найду монетку теперь она мне не нужна нет все таки так отсюда попасть к боссу красная нога красная нога только топает и стреляет не спаунит врагов в принципе это не так уж плохо все сильно зависит от того какие у вас предметы в некоторых ситуациях красная нога это очень плохо в некоторых ситуациях красная нога это очень халявно почти в любых красная нога это более халявно чем синяя но возможно не более халявно чем обычно дьявол я не могу с этим ничего сделать я иду вверх и не уверен что я когда-нибудь вообще пойду не вверх ну когда-нибудь да только если у меня совсем был иран да блин по сути я труп ты мне был секретного нет не было секретного камня у меня нет источника сердец нормально то есть да возможно мне там парочка дропницы я проживу чуть-чуть подольше если у меня нет большей части жизни заполненной или какого-то надежного источника ну синих или красных сердец за другого персонажа то все очень плохо закончится особенно учитывая что здесь двойной локи я ненавижу этот бой потому что все вот эти вот блоки с шипами повсюду они все очень сильно портят они еще и не исчезают после завершения битва нет мне некуда было уворачиваться я был зажат между двумя блоками с шипами и взрывающейся мухой и один из них естественно сразу же телепортнулся на другую половину арены как только я сюда попал окей я ненавижу этот бой я это сразу сказал и так не показал сид по моему но в любом случае он был он был конечно достаточно хорошим но не супер хорошим и в принципе у меня к сожалению нет времени на еще один ран сейчас потому что этот ран он затянется надолго естественно в принципе я могу попробовать парочку коротких ранов ластом они надолго не затянутся я уверен я буду даже пол я буду не искать какой-то им был предмет а просто пытаться что-то сразу сделать это бессмысленный старт абсолютно бессмысленный но хотя бы карта лост непривычен я медленный я летающий я слабый все не так как в прошлом ранее возможно стоит показать сид игра перестань фризится я нажал на паузу играю запаузилась не открыла меню а именно запаузилась бывает я открою секретку потом я смогу попасть в комнату с проклятием если еще одну бомбу найду чей это комната легкая в принципе раны за лоста могут иметь два варианта либо я найду что-нибудь абсолютно имбовое на первых двух уровнях или у дьявола и тогда это будет быстрый ран потому что он будет быстрый потому что я имбовый либо я быстро умру и тогда это будет быстро и он потому что я быстро умру очевидно третьего не дано я думаю мне больше интересна комната с проклятием или просто забегу в костер в самом начале это тоже конечно вариант это мне ничего не дает к сожалению зато я могу открыть магазин и задонатить все как минимум в этом плане какой-то прогрессы также я теперь знаю что можно не ходить в магазин и не донатить все в этом ранее скорее всего я не дойду до следующего магазина так что это никакой роли не сыграет но вдруг я это комната не сложная естественно не знаю зачем я применил предмет но он может карты выбрасывать так что наверное за этим на большую часть ремни он дропает синие сердца которые мне абсолютно ничего не дают эта комната могла бы быть сложно если бы я не умел летать ну это она не очень сложно даже если бы не умел летать стивен меня не может быть убьет не знаю он способен это сделать но скорее всего этого не сделает потому что это не очень сложный босс с другой стороны у меня базовые уроны ничего хорошего вообще так что как минимум я очень долго его буду убивать с другой стороны я летаю так что большой стивен меня не может убить если я вот сюда вот кранец прячусь так что если я разберусь с мелким то с большим будет намного меньше проблем ну или я могу их просто обоих убить тот же вариант а блин их реально похоже обоих убью так что да с разницей в один выстрел литоу стивен летает за мной стреляется вновляющимися выстрелами довольно бесполезен но немножко более полезен чем остальные такие миньоны потому что вновляющиеся выстрелы попадают у врагов по крайней мере ну чаще чем все остальное они все равно не попадают достаточно часто но другие миньоны еще реже попадают ну посмотрим что мне предложит дьявол и в зависимости от этого это может быть хорошим раном или это может быть очень плохим раном пока что это очень плохой ран потому что у меня абсолютно ничего полезного дальности скорость выстрелов мне не помогает дьявол мне не помогает это очень плохой ран официально ну я не намеренно в это забежал но в любом случае это был очень плохой ран ладно еще один и после этого рана я в любом случае заканчиваю видео даже если умру в этой комнате я наверное все таки не умру в этой комнате хотя кто знает просто так рандомный предмет бесполезный но все таки и еще один бесполезный предмет окажется или это мух меня замедляет немножко по-моему я стал медленнее лабиринт перестань хотя бы лабиринт не открыл магазин бесплатно это позволило мне аж целую одну монету задонатить эта комната хреновая но за счет полета я могу из нее что-нибудь хорошее сделать попытаться ну не что-нибудь хорошее сделать но хотя бы ее достаточно легко пройти потому что я могу их заставлять бегать между двумя половинами комнаты ну все комната пройдена страны пауки почему они спавнятся повсюду а черт ну ладно я не успел нажать вверх если стоять вплотную к стене и двигаться в эту стену то они не чарджатся но я не успел этого сделать ну ладно я надеюсь вам понравилось это видео спасибо за просмотр с вами был Айми пока